Брюги Какой-то орден Золотого Руна, я так понимаю О, с какими они орденами Орден Золотого Руна Видите, какие нарядные товарищи идут Памятник горячим сердцам Наверное Хотя точно кто его знает Горящим сердцам Так вот, в этом городе частенько А вообще в Бельгии варят Более 1720 сортов пива В разных городах Монастырях Монастырское пиво так называемое Например, Лефе В городе Динан Здесь в Бельгии тоже есть две пивные Пивоварни, очень такие вкусные пива Называется Полумесяц и Бургундитвандрес А еще здесь в Бельгии есть Пивная стена называется такой Пивной магазин и ресторан Где все эти сорты пиво выставлены в стеклянных стеллажах Сейчас пойдем посмотрим Вафли, шоколад и пиво А картошка фрича Вот Брюшская действительность Поэтому неудивительно, что рядом с центром Буквально вот Центральная площадь И рядом с центральной площадью Находится Музей пива Кстати, здесь есть музей картошки фри Также Ну и музей пива есть Художественная водительность здесь часто бывает Ребята Марципан и Нуга Шоп Центральная площадь Но мы идем к пиву По пивку, по пивку Как везде колокола бьют По мне в европейских городах Такие вот На башнях играют Колокола Каждый час, полчаса И 15 минут Если спросить, где в Брюге пиво То ответ будет везде Везде В каждой Ловчонке, ресторанчике, пивном баре И просто кафе Единственное, что плохо Что пиво здесь без Картошка фри И пиво продается отдельно А лучше бы вместе Картошечка фри, да? С пивком Ох Хорошо Нет Картошка фри продается с кока-колой О, велосипед какой Детей возят в таком А пиво Отдельно Кстати, вот на этой площади Частенько бывают пивные рестораны В фестивале Вон в той В той башне внутри И вот здесь на площади Частенько бывают Пивные Пивные фестивали Когда разные фирмы Представляют пока свои напитки Выставляют Люди пьют И крякают от удовольствия Главная торговая улица Вот где еще, в каком городе Вот такая современная Магазин одежды Азара там всякий разный Ага Расположена в таких древних зданиях Я когда первый раз увидел эту улицу У меня отвисла челюсть от удивления Дома с 1700 года и раньше Красота, в общем Томик есть его старым зданием Польская же очаровательная торговая Народу Даже В простые дни Народа здесь очень много Туристов всегда много В любое время Суток Хотя суток нет Это конечно Ночью здесь не очень много народа А вот В любое время Года Народу очень много Вот узенькая улочка Когда-то здесь были местные бани Типа санданов В береге пива и шоколад братья-близнецы Вот это брюшевские конфеты Шоколадные конфеты Внутри пива находится Представляете Даже здесь есть Шоколадные пива даже есть То есть брюшевые пиво Это братья-близнецы Как бельгия и дождь Одно без другого Без другого Не существует Вот на этой улочке Которая называется Валплейн Ну как и везде В столике Где пьют пив Едят Мидии И горит живой огонь Но также находится Одна из пивоварий Под названием Полумесяц Халвман Где варят Пиво такие как Бельгийский сумасшедший И еще несколько сортов Зимнего пива Вот Да В Бельгии варят Также и зимнее пиво Кроме как деметизонное Есть летнее Есть деметизонное Вот этот Полумесяц Пивная называется Полумесяц Хендрикс пиво Но сейчас остался Только пивной зал Так Запечатали бутылки Когда-то Так вот Когда-то здесь варили пиво Но потом завод пивоварни Перенесли на 3,5 километра От города И каждый день Сюда В эту пивную Приезжали Огромные 40-тонные Пивовозы Которые разрушали Вот эту брусчатку Старинную Городскую брусчатку И тогда директор Хозяин предприятия Проложил под землей Пивопровод Длиной 3,5 километра Вот от того От той пивоварни Которая находится За городом Вот к этой Вот Пивной И теперь пиво Бежит по этим Неприметным Трубам Непосредственно Вот туда То есть Есть бочковый пив Бутылочный А есть и Трубопроводные Пивопроводные Подается в кран И прям там Бултых Наливается пивко Пивная Существует 1800 С 1856 года Вот 3 километра 200 метров Написано Вот это вот Пивопровод Туда вот идет И пошел Вот на такой Уютненькой площади Пивоварной Ну не сама теперь Пивоварная Питая 3 километра 200 метров Отсюда Ага Велосипед Велосипед Красивый Озеро любви Лошадки там Паркуются Вон там Стоят они Ну здесь Естественно Пиво Как обычно Пивночка Представляете Красиво А это вот Знаменитое Монашечка В окне Сидит Место парковки Лошадок Сейчас мало Разошлись Уже А так Обычно Здесь Они А так Они обычно Здесь Все лошадки Сюда Приезжают Отсюда Начальный И конечный Пункт Отсюда Я говорю Пиво здесь Пиво здесь Везде Но некоторые Ресторантики Где подаются Вот на таких Подносах Можно заказать Несколько сортов Пива Если денег нету Можно расплачиваться Нижним бельем Есть деньги Берем деньги Нет денег Можно Нижним Бельем Верхним Бельем Здесь Перены В таком Камерном Стиле Винтажные То есть Подумал Что это Живой дом На самом деле Пиво Где можно Попробовать 6 сортов Пива За 12 Евро Вот такой Как бы Подумаю Что это Дом Какой-нибудь А нет Это пивночка В таком вот стиле Очень уютном Чисто домашняя Обстановка Это пивночка Одна Одна Из тысяч Ну не из тысяч Из сотен пивных Брюги На берегу Такого Очень очаровательного Очередного Брюшского канала Потому что Их здесь Множество Есть еще одна Пивоварня Называется Бургунди Дефландорец Который Варит Несколько сортов Собственного пива Темного Светла Но пиво Очень вкусное Я на что Я в принципе Пиво Не любитель Ну как и Крепких Алкогольных Напитков Но это пиво Очень вкусное Темное Бархатное Такое Прям Своя Собственная Марка У них Свой Собственный Стиль Это Вот Вид Так сказать С тыла А сейчас Зайдем С Лиц Вот С видом На Церковь Пресвятой Богородицы Посидеть Под пивка Очень и очень Даже неплохо Очень даже Камильфо Вот дорожка К К Пивоварне Это какой-то Очередной Гостиница Очередная Романтический Отель Называется Это вот Лицевая Часть Даже на Этикетке Пива Присутствуют Красные И Белые Цвета Как и На самой Пивоварне Такой интерьер Пивной То есть пивы Темные Светлые Летние И зимние Смотрите Как пьют С видом На Канальчик На Брюнге Красота Посидеть Попить Пивка Вот из Таких Под носиком С несколькими Сортами Несколько Сортов Пива Можно попробовать Одновременно Заказать Кстати В Брюне Есть заведение Где можно Попробовать До 400 Сортов Пива Не выходя Из заведения 400 Сортов Продолжение следует Перчик Этой Пивоварне Специалисты Признанные Мировые Специалисты По пиву Выделили 37 Сортов Пива Которые Нужно Бельгийского Пива Которые Нужно Обязательно Попробовать Среди них Бургундия Фландрис И Лефе Там еще Что-то Но в том числе Был вот этот Вот этот Сорт Пива Который Варят Здесь Чтоб не Замерзнуть Огонь Такой Горит В холодное Время Года Вон там Бочки Которых Пиво Доходит Опять На берегу Канал Только на Противоположной Стороне От Пивоварги Бургундия Дефландрис Находится Пивной Бар Магазин Который Называется Пивная Стена Тоже Вот На Замечательном Канале Красивом Вон там Центра Находится Заменито Пивная Стена Знаменитый Знаменитый Магазин Пивная Где Выставлены Все 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 1720 С лишним Сортов Бельгийского Пива Вот В этих Стеллажах Все 1000 Повторяюсь 720 С лишним Сортов Пива Здесь Можно Несколько Сортов Попробовать Пиво Можно Попробовать Есть Кокос Кокосовое Гримбергер Еще Что-то Такое Каждый Причем Каждому Сорту Пива Свой Бокал То есть Нельзя Налить Одно Пиво В бокал Другого Пива Например Кокосовое Пиво Подают В Таких Кокосовых Скорлупах От Кокосового Ореха Каждый Пиво Свой Стакан Какое Расточительство Кlung Продолжение следует...